Скажем, Вячеслав Котляров, первый человек в нашей ячейке, который разобрал, ну за последние 200 лет, разобрал метафизический этот смысл. Волнишь, Вячеслав, а я тебе говорил, что я тебя еще удивлю. Кто кого удивил, не понятно, вот когда прищеп на доску одел, здравствуйте, да не, это у меня такой микрофон и гон. Слав, расскажи сказку про зайца в качке, качка в зайце. Да не, я хочу на ролик ее, у меня финальная фаза, не финальная, там промежуточная, не могу допереть это. Так расскажи, ну серьезно, не терпится, Слав, 94 человека слушают. Про что, про что? Да сказку он там расшифровывал. Знаешь, как, Дешифратор, есть фильм, когда во Второй мировой войне там немцы друг друга отправляли шифры, и только машина Энигма могла расшифровать там суть послания. Расскажи, что расшифровал, будет интересно. Слав, ну пожалуйста. А если, то есть возможно что расшарить, потому что, знаете, на слух, вы воспринимать это, конечно, это будете. Слава, просто попробуй. Мы все во внимании, внимательно слушаем. Да ну сейчас я это, подождите. А как тема вообще это называется? Да, здесь на самом деле, чтобы нас не разоблачили, ничто, ничего не называется нигде. Ого. Блин, я просто хотел сейчас еще раз попробую. Тут же вот это ж. Кто нас, Слава, может разоблачить? Ведь не о чем разоблачать. Единственное, что, так это мы их можем разоблачить. Да. Ну скажем, Вячеслав Котляров, первый человек в нашей ячейке, который разобрал, ну за последние 200 лет, разобрал, как это правильно, метафизический этот, смысл про, про, сейчас, мета, кащея. Мне надо всего лишь один скриншот вывести, и все. О, а тут кличей, кащея. Кащея. Во-первых, надо предисловие делать, что Кащея на самом деле нам выставили это, Кащея в негативной форме, как и Бабу Яру. То есть Кащея является не злом, а добром. Да, были наши древние кощуны и знания, и оккупанты наших древних знаний говорили это кощунство. То есть высмеивали наши древние... Слово. Да, да, и оно, да, получило негативную нагрузку. Так, давайте я сейчас запускаю, ну просто визуально я не знаю как быть, я просто вот это, я не знаю почему оно не идет. О, моя картинка, прикольно. Да, я же говорю, что уже не раз говорил, снег на голову. А в эфир пошло? Да. Нет, подожди секунду. Сейчас проверим. Еще нет. Грузится. Загружается. Ну пока предисловие сделаю. Значит так. Мы помним, что произошла подмена понятий. То, что для нас было свято и дорого, сделали, очернили. И наоборот. Значит, Баба Яга была... Я на принципе... Баба Яга. Является покровительницей детям-сиротам. Кощей был и он и есть, потому что он без... Не без, а бессмертный. То есть дух он, как бы дух не разрубить и не разрезать. То есть он и сейчас есть. Значит, древнее... Начало мы берем от древней ведической сказки про курочку ряб. Прошла-пошла расшарка или нет? Крутится шарик, нету изображения. Бессмертный. А что, интересное слово? Бессмертный. Бессы смертные, оказывается. Ну да, да, да. Дьявол смертный, все правильно. Писает слово. Ну, зэ. Ладно, оно там никогда не расшарится. Не шарится, потому что очень много людей не в самой сейчас конференции находятся, а добавленные в саму трансляцию. Так. Значит, не шла... Курочка Ур. Вот курицу специально, видно, назвали каким-то верховным богом, чтобы мы постоянно нашего верховного бога шею ему рубили. Ну, они специально много слов святых нашим животным дали, которых мы... или гадам всяким там, которых мы это давим или убиваем. Значит, снесла... Ур снес вот это... Создал это яйцо, которым еще не было жизни. И вот два полубога, дед и баб, которые прилетели, значит, проверяли прочность купола мыслью, да, мысль направили, это силой мысли пробили его. Воды стекли. Потом бухур уже снес яйцо попрочнее, чтобы уже не пробивали. А, они испытывали его на прочность. Ну, грубо говоря, значит, в центре этого яйца была, естественно, жизнь зарождалась. Вот как в яйце, знаете, вот желток держится на двух ниточках, если вы вот видели, белых таких, это, поворосочках вверх. От верхнего до нижнего. До нижнего, да. Вот одну поворосочка, она у нас была. Называлось это, вот это дерево священное, Джамбо Двипе. Значит, это вот в каждой соте, помимо того, что, помните, я вам рассказывал, что есть и для трех ячейок посередине огромное дерево, оно сейчас есть. У нас в районе Антарктиды было это тоже дерево. Значит, в скандинавских сказках это назывался ясень Индросиль, если не ошибаюсь, а в некоторых наших древних славянских сказках сохранилось упоминание про это дерево. То есть это своего рода была антенна, я примитивной форме говорю, которая на ячейку интернет, вай-фай, там код ходит по цепи кругом, лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Вот это было, там чудеса, там леший плод, То есть описание интернета, каждый коннектился к этому, скажем так, к этой антенке и получал информацию. Могли между собой общаться точно так же, как мы сейчас общаемся в интернете. Теперь переходим в сказки и описание Кощей. Моя смерть далеко в море и океане. Значит, смотрите, море и океан, это над нами идет купол, который, скажем так, далеко. Мировой океан. Да, Мировой океан. Значит, остров, на том острове дуб стоит. Имеется в виду под куполом. Значит, сейчас я описываю... Сейчас. Ты имеешь в виду дуб, там, где вот на картинке ты поставил по центру этими сотами между тремя. Да, да, да. Мировое такое древо, я понял. Мировое древо, вот это и есть дуб, то есть, их два в нашей соте и которая бьет по трем сотам. Под дубом сундук. Сундук, это вот этот наш шестигранник, в котором мы сейчас живем. Шестигранник, он закрыт, то есть, мы находимся на карантине. В сундуке заяц. Это получается не чертог лисы, а чертог зайца описывается. То есть, это зайцы утка. Утка имеется в виду название чертога заяц, а утка как раз вот это яйцо и есть. То есть, этих уток много, да, яиц, но у каждого утки свое название. В данном случае в чертоге зайца яйцо утка, да? Ой, шестигранник утка. В этом шестиграннике находится яйцо, вот это, в котором мы живем. А в яйцо уже как раз вот это дерево смерть моя, игла. То есть, если срубить вот это яйцо, точнее, если срубить это дерево, то Кащею, нашему духу, покровителю, наступает смерть. Он уже не может охранять нашу соту и проникают к нам иноземные вороги и начинают нас отравлять своим ядом. Спасибо за внимание. То есть, это дерево, это типа связь между Кащеем и между землей нашими сотами? И с другими сотами тоже. Интересно. Дерево срубили? Давно? Кто? Зачем? Ну, вот в антарктическом круге его же уже нету этого, этой иглы. Вот и все. То есть, типа по центру нашей земли должно быть какая-то игла до самого неба? Да, вот дерево, вот это, да, дуб, золотая цепь, на котором днем и ночью. Круто. Было, да, но спилили. Напоминает мне как в игре ARK, знаешь, вот когда на небе есть такая линия, такая, луч такой и до самой земли. Когда я начал зацепки эти говорить, мне, кстати, потом, я конец, финал рассказывал про это дерево, мне сообщили, что подобная ситуация есть в фильме Аватар. Ну, я как бы сюжет его не изучал, но тот изучал сюжет, возможно, столкнулся с подобным. Фух, переведу дух, потому что, фух, переведу дух, потому что, то, что я озвучил, впервые было озвучено мной, никто не давал до меня неподобной озвучки. Поэтому, поэтому никто сейчас не говорит, все думают и переваривают это в голове. Я вот что-то с этими зайцами-утками не сильно понял, просто ты-то сбивался, поправлялся, может... Смотри, утка это шестигранник, а в этом шестиграннике находится яйцо, то есть яйцо в утке, но шестигранник имеет название заяц, то есть чертог зайца, то есть чертог зайца имеет шестигранник утку, то есть каждый шестигранник имеет утку, но имеет разное название. В этом шестиграннике утка находится яйцо, Яйцо это типа купол или нет? Мы это типа яйца. Купол, купол, купол. Я же говорю, что на уши тяжело воспринимать. Мне кажется, Слава, чтобы хотя бы один человек понял и попытался нарисовать это и преподнести каждую вещь, чтобы на глазах это у тебя перед глазами было. Так, демонстрация экрана. Все есть. Так, давайте заново пройдем по этой сказке. А пишется Кощей? Нет, самое интересное, что Кощей, смотрите, Кощей бессмертный, а потом пишется дальше Кощей. Так вот. Я понимаю, это душа, а как бы это, вот отсюда и каша, щита каша. Поэтому мне кажется, что они сделали подмену понятия здесь тоже? Да. Нам придумали легенду, что были Кощей и генералы, а на самом деле были какие-то генералы, но были явно не Кощей. Вот. Кощей и генералы или генералы Кощея. Так, смотрим опять на нашу соту. Значит, моя смерть до лечи на море и океане. То есть, помимо того, что каждая наша сота находится под куполом, имеется еще один купол над общей сотой. То есть, помните вот это, что семь слоев? Это же вообще там может быть куполов значительно больше. Купол в куполе, купол... Ну, я уже рассказывал эту тенденцию. То есть, есть у нас тут в одном огромном этом шестиграннике три земли и под каждой из этих трех земель есть у них куполы. Да, да, да. А помимо этого, еще есть купол над... Еще над этим накрывается. Да, 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 да. А над этим еще все. Да, да, да. Очень... Да, она те захватывает. Еще, скорее всего, до семи куполов накрывает, чтобы выйти в открытый космос. Поэтому мы, по сути, не видим даже того океана, а видим перемычку, наверное, между куполами, которые водой заполнены. Вот так вот. Это в упрощенной форме. У меня уже все. Картинка в голове сложилась. У меня, что и только я мучаю, то эти звезды... Блин, нам хотелось в 3D, конечно, нарисовать. Я помню, у меня почему-то в голове сейчас рисунок идет, знаешь, такой темного цвета такого. Давайте я, да, слушателям и зрителям, которые не видели ничего, определились. Над нами море и океан. Внутри этих трех, ну, планеток, да, вот в каждой из них, есть у них купол, и все под этим накрыто водой. А потом еще и в огромном шестиграннике тоже все накрыто куполом. Да. Еще над ним еще вода. А вот под этим огромным куполом, ну вот этого, там, где в красной линии, есть дерево по центру, между тремя этими куполами. По центру. Да. А какое древо это? Ну вот это, скорее всего, так как эта локация полностью называлась Джамбо Двипы. Ай, ну ладно, давайте я, я уже показывал, давайте еще раз покажу. Она вся затоплена. Все там затоплено. Вот видите, Джамбо Двипы. Да. Вот это каждая большая шестигранная сота имеет свои названия. До нас сохранилось только 7 названий. Но, тем не менее, каждая маленькая сота также имеет свое название. Вот я их расписал. Мы называли ее Мендгард. Другие народы называли эту маленькую соту. Да. А есть такие, что называли Кур. Что-то там. Имена не принципиальные. Главное... Да. Я суть хочу вам передать. Ага. Ну, как видите, тут все это. Сейчас. Так. Сказка. Ложда не намек. Помните? Так. Вот он наш дуб. Под этим дубом находится сундук, в котором находится заяц. Заяц это чертог. Чертог зайца. Вот он. Почему сундук? Потому что на карантине. Сундук это означает, что чертог зайца находится под карантином. Ну, или как-то так. Запечатан. В тюрьме. Закрыт. В заяце находится утка. Утка вот этот шестигранник. Какой? Наш? Тот же? Зеленый. Да, 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 да. Так заяц и утка это получается одно и то же? Заяц это имя этого. Заяц это название... Чертога. А, название чертога. А утка это шестигранник всего лишь. Это шестигранник. В этом шестиграннике находится вот это как раз яйцо. Внутри? Внутри, да. Ну, в середине яйцо смерть моя, то есть игла. 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 Там дерево было. Понятно. То есть типа... Как в яйце. По центру яйца есть вот эта нить, вот эта игла. Так же самое и здесь. Оно подключается к главному древу. Сейчас я просто остановлю пока... Да. Ну и деревья же между собой связаны, то есть были... В землю. В землю главное. Да. С неба... До земли нет. До земли. Правильно. Так. Круто. Так это получается как в фильме реально аватар. Что все деревья можно подключаться к ним с помощью человека. Ну, берешь его волос как в этом фильме и подключаешься к ветке дерева и ты получаешь информацию, считываешь ее. Деревья выглядят, конечно, не так как на земле, а по-другому. Какие-то нити из них вылазят и ты подключаешь свои волосы туда. Эйва эти. Эйва вот эта еще летала. Не, реально, конечно, эта информация очень интересная. Вот. Надеюсь, люди хоть его поняли. А нет, тут люди спорят теперь где этот остров Буян находится. Один говорит в Сибири, Задорнов говорил в Германии остров Руян-Буян. А они понимают, что Борея как раз-то и находилась в центре нашей посередине соты. Что как раз-то вот это и есть дуг где рос. В Лукоморье посередине. А люди спорят где их не находится. Да какая разница где она находится. Главное, что оно было. А сейчас его нету. Его просто, наша земля находится в карантине. Вот что главное. Подробно про это дерево, которое у нас украли с Арктики, можно узнать либо в скандинавских цагах, либо посмотреть ролик Кристины Мораны. Первая часть, как выглядит наша планета. Она довольно подробно рассказывает про это дерево. Единственное, Кристиночка заводит нас в тупик к тем, что миров всего лишь семь или девять. Ну, семь, восемь, девять. Земля растет все-таки, так что это не очень таки принципиально. Вот. Слова. Вот эта нить, она находится ровно по центру нашей земли. Ровно, да? Ну, если да, карту тебе найти, хорошие стилизации. Ну, то, что ты, я помню, прислал вот эту карту. Там как зарытый мяч. То с самого верхней части, ну, середина купола до самого центра. Да. Понятно. И так до самого низа купола. Ну, как в Яйцен. Конечно, она связана. Да, да, да. Ваня. Все. Теперь все гораздо яснее. И эта штука, она подключена сверху, куда? На дерево это? Которое находится между сотами? Ну, эта нить тянется вплоть, как я не знаю, к куполу. Такое же дерево есть и зеркальное внизу. Может, там тоже его спилили. То есть, под нашим вот этим желтком. По сути, парадокс. Я же говорю, что вот я сейчас уже говорил часа четыре назад. Если я скажу, что мы все равно живем на шарообразной земле, у людей будет это, вообще разрыв шаблонов. То есть, вот этот футбольный мяч, это мы только верх видим. А он как раз-то уходит в форме желтка вниз. Есть просто, можно представить, что есть яйцо, а вокруг него граница шестигранная. Вот и все. Да. Вот так все можно и сложить. Так я рисовал куда-то. Помните это? А вот эта нить, как она выглядит, Слава? Просто... Пока не знаю. Помните, наша жизнь в яйце, я аж показывал на скриншоте. Наверное, не помню, куда я их убрал. Надо было сейчас показать. Если бы ты мне, Слава, рассказал, примерно описал бы, как выглядит вот эта, как его... Ну, вот эта нить, вот эта, я бы немножко, мне было бы легче ее нарисовать. Я сейчас ее рисую. Ну, давай просто напиши. Сейчас мы давай, давай с тобой просто напишем. Посмотрим это. Мудрость. Может кто-то подключился раньше. Это джамбу, мистическое дерево. Сейчас посмотрим, как оно выглядит. Ой. Так. Ага. Не годится. Давайте посмотрим ясень эндросиль. Ну, кстати, ясень эндросиль хорошо стилизована в некоторых рисунках. И, кстати, вот ясень эндросиль, если вы увидите, вот как раз его корни уходят туда, где змеи живут. Ну, давайте я вам ссылку дам. Черепахи, как хотите их называйте. Вот здесь показано как раз на одном из рисунков, как обстоит дело. Надо его скачать, чтобы тоже объяснять. Все. Я теперь понял. Слова. Вот это, нить вот эта. Это что? Это дерево по центру нашей земли? Или как он выглядит? Просто полоса? Вот если я хочу ее изобразить, например, на листе бумаги. Просто нарисовать ее. Ну, или просто на компьютере. Я ее как должен изобрести? Просто как полоса такая? Ну, смотри, вот сейчас я расшарю. Ну, можно. Можно. Вот хорошая стилизация этого дерева. Вот это дерево, которое спилили. Кстати, вот здесь показано именно на этом дереве. Это соседние соты, которые находятся рядом с нами. Асгард, Мидгард, вот мы, допустим, в Мидгарде. Все, рисунок примерно готов. Ура! Я тебе скину скоро и попробую сказать, если что-нибудь можно здесь понять. Сейчас сохранить рабочий стол. Вот хорошо, кстати, удачно. Кто-то свеколку разрезал. Как это вообще синяя капуста? Ух ты! Прикольно. Ну, я сказал свеколка, а говорился по Фрейду. А по какому запросу ты вводил картинку? Дерево как называл? Ясень Индрасиль. А, вот рисунок готов. Индрасиль. Спасибо. Ну, это примерно одно. Вот, кстати, хорошая, сейчас я скину стилизация на шесть соты. Слава, ты увидел рисунок, который я примерно нарисовал? Сейчас я его заберу и скину тебе тот рисунок, который кто-то умудрился нарисовать нашу соту очень грамотно. Наше яйцо. Смотри, вот я тебе скину его. Лично или где? Да, в чат. А, в чат. Вот, кстати, здесь показано очень хорошо. А, древо по центру. Да. Понятно. И под нами. И вот антарктический круг. В общем, ну все как полагается. Круто. А, если еще и представить, то вокруг всего этого, по периметру, на плоскости, ну там где заканчивается Антарктида, продолжение просто идет льда. И там уже купол идет. Ну, шестигранный. О, я увидел. Хорошо нарисовано. Да. Мне нравится. Кстати, маятник же ж этот преслову… не маятник, а… А сейчас этого древа нет у нас. Нету. Зато звезды есть. Ага. Как оно называется? Я бы вылетела из головы это. Гироскоп – это точная, максимально приближенная копия нашей соты, как она работает. Вот посмотрите на гироскоп. Кручится вокруг себя. Нет. Ты просто, наверное, не видел гироскоп, да? Гироскоп. Сейчас. Особенно мне нравится, где это… гироскоп показан в соте. Сейчас я картинку… Ну да, я вижу, что такое гироскоп. Ага. Так. Вот демонстрация экрана, да, вот для зрителей. Видите, вот тут как раз показана наша сота. Слава, ты где показываешь? Да. Оно еще не видно, ну, прямо в эфире. Ну, ладно, пока он дойдет. Вот. Вот, пожалуйста. Вот это дерево. По центру, да, да, да. Да. Да, здесь вообще шикарно. Сота. Стилизация. Вот так оно все крутится. Ну, дело в том, что нету физиков. Будем своими мозгами все это раскапывать. Вот тоже хорошая копия гироскоп, ну, соты нашей. Как она выглядит. Вот. Только наша сота, то что по центру, она не двигается, а двигаются только вот эти купола и, возможно, и солнце, и месяц. Месяц. Это как у Валеры спросили недавно, а на чем солнце держится? Вот. А вот, да, говорит, солнце, оно да, оно держится. Ну ладно, девчонки. Называется, люди как муравьи, пытаются что-то такое понять, блин. Вот вам ответ. Попытайтесь теперь разобраться, поймете или не поймете. Я же как бы, несмотря на то, что, спасибо, как бы, положительно отзываются, что я уже много рассказал, но вы обратите внимание, что я не останавливаюсь на достигнутом. То есть я продолжаю как танк перейти, это по новым информационным потокам и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гироскоп подсказывает. Ну какая разница? Главное, что он это показывает модель нашего вот этого. Купола Жалтка. Пока перед нам слово, тоже подумаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, Слава. А еще и можно телепортироваться, возможно, через эти центры, ну, земли, ну, там где-то дерево, возможно, можно и было телепортироваться раньше через это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я вот почему говорил, не давите на меня, я до конца еще один процент где-то гуляю. Вот сейчас вот это вот, нашел недостающий процесс, потому что я выстроил нить, у меня вот этого болтика не хватало. Под дубом сундук имеется в виду вот этот большой шестигранник, а в этом большом шестиграннике находится заяц, то есть чертог заяца, а в этом заяц и утка. То есть поняли? Сундук – это огромная сота, то есть под дубом этим. Вот это огромное, в которой три ячейки. Часто понятнее как бы или нет? Ну да. Я же говорю, что я вот этот не до конца, то есть я чувствовал вот 99,9, мне не хватало, потому что я понимал, что мне надо еще сутки подумать. Ну все, вот это последнее связующее зелено. Под огромным дубом сундук. Сундук – это огромный шестигранник. В этом огромном шестиграннике находится заяц, то есть чертог заяца. В этом чертоге заяца – утка, это маленький шестигранник. В этой утке – яйцо. Ну вот, яйца и игла. Все, вот. Довел до конца. Как бы я буду, как бы мысленно, немысленно я буду с вами, говорить буду мало, потому что сейчас опять произошел этот эффект, когда я как будто разгрузил вагон. То есть когда эту информацию выдал, сейчас просто… Моральное утомление? Да. Усталость просто неимоверная, поэтому я с вами тут сижу, слушаю, но говорить буду мало. Угу. Надо просто задавать вопросы. А, кстати, о том, что ты разгружил вагон, ну или усталость моральная. Как ты это чувствуешь, моральная усталость? Ну, представь себе, что много информации наговорил… Ну, первое – это типа сонливость и вялость. То есть, тело как бы… Моральное утомление, что-то вроде этого. Ну, смотрите, если, например, Вячеслав вынашивает информацию, информация имеет заряд энергии. и когда он её раздаёт… Это же не просто слова вывалил, он ещё не желает… Он энергию отдал. Он за словами ещё энергию высвободил, которая… В словах есть энергия. И вот эту вот энергию он его просто выплеснул, знаешь, как идёт, взрыв просто. Без остатка. Всё, что есть практически всё выходит. Э…та энергия, которая содержится в данной информации. Почему, вот, например, знаешь, вот бывает такая фраза услышишь, и она тебе не дает покоя, как будто бы есть нагрузка у слова, у фразы, знаешь? Энергия эта. Да, и она именно застрет у тебя в голове, она у тебя производит какие-то размышления, какие-то, ну вот ты потом на досуге сидишь там, да, ее там аккумулируешь, другими словами, вот это вот, сам себе копаешь. Поэтому, когда есть важное послание, мне кажется, она имеет еще энергию. Для того, чтобы посеяться, знаешь, как говорится, сеятель, слово сеять. И вот это вот процесс, как бы, важный послание, имеет информационную нагрузку в энергетическом поле. Поэтому, когда слава получает, возможно, какие-то новые познания, там, да, там, он прорывается к новому источнику, и эта информация, она ему и дает, там, энергию и силу, ну, как бы, да, вот, вынашивает, 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 а потом идет такой, ну, выброс, да, он ее передает, и поэтому он получает новую информацию. Опять произошел тот эффект, когда я как будто разгрузил вагон. То есть, когда эту информацию выдал, сейчас просто... Моральное утомление. Да, осталось просто неимоверное. Поэтому я с вами тут сижу, слушаю, но говорить буду мало.